В понедельник у православных верующих начался Великий пост. Накануне митрополит Симбирский Новоспаский Анастасий поздравил и благословил всех верующих с вхождением в Великий пост, возглавив служение Божественной Литургии в Спасовознесенском кафедральном соборе города Ульяновска. Также через сайт ulpravda.ru владыка обратился к верующим Симбирской епархии. Пост необходим каждому человеку, потому что человек по природе греховен. Грехопадение извратило человеческую природу. Для того, чтобы приблизиться к Богу, для того, чтобы Бог жил и был с нами, необходимо лекарство. И верным лекарством для каждого человека является пост. Это не только воздержание от определенного рода пищи, но воздержание от всего того, что омрачает нашу душу. Мы лечим и тело, лечим и душу. Необходимо именно такое двойное лекарство. Поэтому воздержание от пищи, оно само по себе ничего не дает, если в эти дни мы не будем избавляться от тех пороков, которыми мы с вами все страдаем. Согласно словам владыки, ограничение в пище далеко не единственное, что накладывает на человека Великий пост. Он в первую очередь напоминает о приоритете духовных ценностей над материальными. Собираются ли придерживаться поста сами ульяновцы? Об этом их спросили корреспонденты телевидения «Ульяновской правды». Скажите, а вы будете соблюдать пост? Да, конечно. А почему? Ну, в семье соблюдаются. Да? Да. И как вы будете питаться в ближайшие 40 дней? Ну, не буду есть мясо, но в основном мощное. Ваши родители тоже соблюдают пост? Да. Спасибо. Скажите, а вы будете соблюдать пост? Нет, не буду. А почему? Ну, здоровье не позволю. Будете соблюдать пост? Да, девушка, наверное, постараюсь в первое время. Скажите, а вы будете соблюдать пост? Нет. Здравствуйте, скажите, а вы будете соблюдать пост? Да. Вы будете соблюдать пост? Нет. А почему? А потому что я в советские времена выросла? Да, конечно. А почему? Ну, как же, это очищение души, это нужно человеку. А как вы в ближайшие 40 дней собираетесь питаться? Так как? Еды очень много. А потом, еда – это не самоцель. Это нужно для того, чтобы человек стал лучше, чтобы стал добрее, как окружающий. Большое спасибо. Желаю вам того же, чтобы вы приобщались к духовной жизни, ходили в храм. Ну, желаю всего доброго. Пост продлится 7 недель и завершится с началом Пасхи, которая в этом году у христиан всех конфессий приходится на 16 апреля. И хотелось бы пожелать, чтобы дни Великого Поста были наполнены не только воздержанием от пищи, но воздержанием от той злобы, в которой мы часто погружаемся, от всего того, что омрачает нашу жизнь. Жизнь. Иногда надо просто-напросто промолчать. И самое главное – почаще ходить в храм Божий. Потому что только в храме человек приобщается к того хлеба жизни, который принес на землю Господь. Причащаться телу крови Христовой и принести искреннее покаяние. Многие думают, что покаяние – это пойти к священнику, покаяться в грехах и все, и будем жить дальше так же. Покаяние – это коренное исправление всей своей жизни, исправление по тем заповедям, которые принес на землю Господь. И эти заповеди должен знать каждый человек, христианин, прикасаться к этому слову жизни, которое изложено нам в Благой Вести, в Евангелии. И дай Бог, чтобы во время Поста нам хоть на одну ступеньку вот этих заповедей подняться выше, и тогда Господь будет жить в нас, и тогда мы вместе с апостолом Павлом можем сказать, что уже живу не я, но живет во мне Христос. Вот к этому мы и должны стремиться в дни Великого Поста.